Каждый город имеет свой бренд, отличительную особенность, с которой он ассоциируется у своих жителей и гостей. За свою 142-летнюю историю Иванова обзавелся не одним таким знаком города. Первый бренд города сложился в начале 20 века. Он известен каждому, кто родом из советского прошлого. В любом уголке страны знают, что Иваново – текстильный край. Первый бренд, который четко прочитывается в литературе – это «Ситцевое царство». После того, как сгорели все мануфактуры в пожаре наполеоновского нашествия в Москве, то как раз единственным достойным местом, где могла бы развиваться текстильная отрасль, стало село Иваново. Затем академик Безобразов, почетный гражданин Вознесенского посада, в очерке о селе назвал его русским манчестером, по аналогии с английским текстильным центром. После большевики добавили к манчестеру прилагательное «красный». Текстильная история города продолжается не на фабриках, а здесь, в музее «Ситца». Сотрудники хранилища тщательно берегут все кусочки ткани. Самые древние датируются X веком, более современные – XVII. Тогда место, где сейчас располагается наш город, был центром развития льняного промысла – Иваново-Льняной рай. Холсты, которые делали здесь – своеобразный артикул, знак качества. В XVIII веке было огромное количество мануфактур. Почти все крестьяне занимались набивным уже промыслом. И даже приходской священник тоже занимался изготовлением тканей. Появляются уже ткани цветные. А потом и Ивановские ситцы, текстильные предприятия. 126 текстильных предприятий было в пределах Иваново-Вознесенской губернии по статистике 1919 года. Зубков, Гондурин, Горелин, Полушин, Куваев, Бурылин. Раньше ткани и их фабрик расходились по стране. Сейчас их дома – главные достопримечательности текстильной столицы. В музее ситцев в буквальном смысле собирают полотно истории. На нижнем этаже экспозиция тканей с характерным для Иванова орнаментом и цветовым решением. Собрать такую коллекцию очень сложно. Мало кому приходит в голову сберегать во времени лоскутки. Ивановская экспозиция – одна из лучших в мире. Полотна, произведенные в городе, знают в стране благодаря другой нашей гордости – модельеру Вячеславу Зайцеву. Именно этот кутюрье в своих коллекциях используют ткани местного производства. Эта фигура, пожалуй, одна единственная в советской авторской моде. Просто других модельеров в то время не знали. То есть это целая эпоха. Ну а сейчас он сюда привозит новые коллекции. И даже появился такой интересный туристический маршрут, который называется «На родину великого кутюрье». Отчасти благодаря художнику и модельеру Славе Зайцеву бренд Иванова трансформировался из города текстиля в город моды. Создатель лаборатории стиля, человек, который разрабатывает образы первым леди государства, в родном городе – частый гость. Его можно увидеть на фестивале «Льняная палитра», на «Ивановской неделе моды», на защите дипломных работ выпускниками текстильной академии. И, конечно же, это главный гость праздника Дня города. Любовь ивановцев к метру взаимна. Иваново расцветает просто на глазах. Вы знаете, я из года в год поражаюсь, как красота. Это красота в городе, высокие роскошные здания, украшаются улицы. Это потрясающие люди становятся совершенно другими, выраженные лица, чем 10 лет назад. Я помню, сколько было уныло, и так не было никакой энергии. Сейчас люди совершенно как цветы становятся, улыбаются, столько радостей лицам. Новую страницу модной истории города пишет дизайнер Ольга Каурцева. Страна узнала о ней после участия модельера в телевизионном проекте «Подиум». Красавица-блондинка влюбила зрителей в свое представление о моде. Серых российских буднях хочется краски, объема, роскоши. Только русские дизайнеры смогут одевать российских женщин. И я знаю, как это сделать. Пышные юбки и корсеты, моделирующие фигуру работы Каурцевой, можно узнать на любом показе. Сначала дизайнер шила бесплатно. Много работала ради призрачных перспектив. Взобраться на модный Олимп выпускнице Ивановского текстильного института было совсем непросто. Самое важное – верить в то, что ты делаешь. И вот, не знаю, у меня же не было там какой-то цели, вот как я раньше говорила. Именно что цель зарабатывания денег. То есть я хотела просто создавать красоту. То есть я хотела украшать женщины, чтобы они были красивыми. Ну, создавать красоту, как одевать женщин. Сейчас она много работает в Москве. Планирует открывать монобрендовые магазины в нескольких крупных городах. Выпускает новые коллекции и осваивает свадебную моду. Но и как человек эпоха Вячеслав Зайцев о родном городе не забывает. Производство бренда Каурцева располагается в Иванове. Хоть и шьются модели из непатриотичных, но качественных итальянских материалов. Если не Иваново, то вообще какой другой город? Ну, безусловно, большинство потоков денежных идут через Москву. Но, однако же, из глубинки, наверное, вырастают настоящие профессионалы и какие-то таланты. Наверное, я так считаю. Ну, у нас действительно очень много талантливых дизайнеров. Настоящее месторождение талантов – кафедра текстильного дизайна. Ежегодно она выпускает десятки профессиональных кутюрье. Руку ивановского дизайнера легко узнать. Он не ошибается в выборе цвета, всегда аккуратен и грамотен при разработке модели. Ведь что такое школа? Мы же не можем выпустить сплошных победителей конкурсов, сплошных таких вот звездных будущих модельеров. Но хуже, чем какой-то определенный уровень, у нас никто не работает. Ивановские модельеры всегда поддерживают русскую тему в творчестве. Коллекция рождается из соединения несоединимого. Весь интерес в конфликте. Ивановская школа, кафедра текстильного дизайна является самой лучшей, на мой взгляд, школой в России. У нас здесь соединяется авангард и элегантность. Именно авангард и элегантность создают поэзию ивановской моды. Одежда местных дизайнеров проста, но интеллектуальна. Образы коллекции может разгадать не каждый. А все потому, что ивановские деятели моды не шреи, а художники. Сейчас в Иванове едва ли найдется десяток крупных ткацких производств. Спустя полвека город утратил свой статус русского Манчестера. Зато приобрел новый. Теперь Иваново. Русский Милан. Русский Милан. Редактор субтитров А.Семкин